Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожарах ЧС спасатели с начала года совершили уже около 1700 выездов. На пожарах погибли 5 человек. 26 из которых один ребенок пострадали. Из опасных зон работниками МЧС были спасены и эвакуированы чуть более 600 человек. О том, какой была ушедшая неделя для столичных спасателей прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Минувший понедельник около полуночи спасатели вызволяли кота, застрявшего в радиаторе отопления квартиры на улице Холмогорской. Кот спал на подоконнике и во сне свалился. Да так неудачно, что подушечка передней лапы попала в узкую щель между секциями радиатора. Когда спасатели приехали на место вызова, животное истошно мяукало и кусалось. В течение 40 минут работники МЧС подручными средствами пытались вытащить поврежденную лапу усатого из батареи. В результате неимоверных усилий им это удалось. Хочу напомнить, что спасение животных не входит в обязанности работников МЧС. У спасателей есть приоритетность вызовов и в первую очередь они выезжают на те случаи, где существует угроза безопасности и жизни человека. Непогода, которая царила во вторник в республике, привела к возникновению ряда ЧП. Два дерева упали и в Минске, причем одно из них на автомобиль. Еще 8 автомобилей пострадали от воды. Их вечером из зон подтопления извлекали сотрудники МЧС. Из-за сильного дождя подтопленными оказались и 8 жилых домов. Спасатели провели необходимые работы по распиловке упавших деревьев и откачке воды. Стоит отметить, что в этот день работники МЧС не только откачивали воду, но и тушили пожары. ЧП, в результате которого был поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие Toyota Aventis, произошло около полуночи на улице Авангардная. Предположительно из-за короткого замыкания. Минск чрезвычайно. В результате неосторожного обращения с огнем неизвестными в гараже частного дома по Кэчевскому переулку в четверг загорелся мусор. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали загорание. К счастью, никто не пострадал, так как дом не эксплуатировался. В воскресенье около 11 утра огонь вспыхнул на улице Толстого. В одной из квартир, вероятнее всего из-за короткого замыкания электропроводки, компрессора, холодильника загорелось имущество на кухне. В результате пожара повреждена бытовая техника, закопченный потолок, стены, кухни и коридор. Напомним, что по статистике причиной каждого шестого пожара в республике является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. МЧС призывает. Соблюдайте меры безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Перед использованием электроприборов или электрооборудования, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и в дальнейшем следите за их исправностью. И еще об одном воскресном происшествии. Помощь спасателей понадобилась в Минском зоопарке. Здесь влетевший Аист застрял ногой в вольере для птиц. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, Аист висел головой вниз. У него была повреждена нога. Достать обессиленную птицу и передать сотрудникам зоопарка удалось с помощью специального подъемника. Орнитологи очень бережно приняли Аиста, закутали в одеяло и сразу же отправились оказывать ему ветеринарную помощь. Минск чрезвычайный. С начала недели в столице установилась по-настоящему летняя погода. Всю неделю в Минске будет очень жарко. А это значит, что люди будут спасаться в воде, жертвами которой только за минувшую неделю в республике стали 15 человек. Из них двое несовершеннолетних. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Откажитесь от водных процедур в нетрезвом виде. Около 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Если вы много времени провели на солнце, не спешите окунаться. Отойдите в тень, остыньте и лишь потом идите плавать. Детям любого возраста нельзя разрешать купаться без присмотра взрослых. На отдыхе наблюдайте за ними, когда они играют на берегу. Не выпускайте их из виду. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Объясните ребенку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования на водоемах. Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками. Помните, что с 12 до 16 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы. Старайтесь употреблять как можно больше жидкости. Также следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательны на дороге. Ведь в это время от жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне припаркованного автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. На этом у меня все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.